всем привет на связи команда неватриб меня зовут настя и сегодня я хочу рассказать про необычные дворы петербурга давайте попробуем всего за пару минут побывать в пяти странах англии франции германии испании и италии и это не просто классические дворы колодцы это настоящие произведения искусства которые создавали между прочим сами местные жители то как самовыражаются жители петербурга это вообще отдельная история один из примеров оформление двора на итальянской улице 29 2013 году жители домов решили украсить свой двор в итальянском стиле они пригласили художника и оформили стены домов разнообразными итальянскими видами теперь там есть римский колизей романтичная венеция и другие города в классической архитектуре на территории посадили деревья поставили скамеечки и детскую площадку вот такая италия в самом центре города не случайно же говорят что петербург это город контрастов можно зайти в обычный двор и вы в прекрасной италии правда такие инициативы часто не нравятся городским властям и одно время они хотели все закрасить и вернуть двору прежний вид но местные активисты и жители города в прямом смысле отстояли свой двор сразу скажу что двор закрытый поэтому попробуйте подождать местного жителя или работника одного из офисов можете захватить с собой кофе и вкусную пиццу так ваша прогулка станет еще атмосфернее кофе кстати можно купить прямо в этом дворе правда тут он не дешевый ну и прямо скажем не итальянский ближайшие станции метро к итальянскому дворику невский проспект и гостиный двор такое вот уютное место очень вам рекомендуем теперь у нас есть возможность переместиться из петербурга в красочную баварию жители дома в 2017 году сделали во дворе немецкий уголок рядом с ним как раз таки есть консульство германии поэтому выбор темы был очевидным правда некоторые жильцы были против этой идеи и предлагали более исторические варианты но практически каждый принимал участие в создании дворика кто-то деньгами а кто-то руками рисунки на стенах с точностью копируют одну из улиц городе ротенбург на таубере двор также озеленили и поставили удобные скамеечки баварский дворик обрел и чисто русскую изюминку на одном из рисунков можно заметить изображение кота и код тут не немецкий а вполне себе русский в этом доме около девяти лет жил писатель николай семёнович лесков и в память о классике жители дома изобразили кота первого сна из повести леди макбан мценского уезда произведение это достаточно мрачное но код удачно вписывается в немецкую атмосферу двора ближе всего находится станция метро чернышевская двор это также закрытый но вы можете позвонить в один из офисов или подождать жильца дома только помните что вежливость это наше все поэтому лучше посетить двор согласия жильцов ну что погнали к следующему дворику этот двор просто кладли любителей классического петербурга но не ждите от него ярких красок и необычных арт-объектов он берет своей видностью и грациозностью двор садик сен-жермен это одно из мест которое сохранилось его первоначальном виде он расположен во дворе дома 46 на литейном проспекте этом саду часто тусовалась творческая элита первой половине двадцатого века здесь впервые выступали анна ахматова и федор шаляпин и позже уже в семидесятых годах сад считался культовым андеграундным местом тут собирались шумные обитатели легендарного кафе сайгон бродский давлатов цой и другие до революции двор был весьма изыскан но в период ссср место сильно запустили сейчас местные жители активно пытаются вернуть ему прежний вид 2019 году во дворе заработал фонтан который был частью садика еще до революции в шумном городе посидеть в тени тихого дворика перед фонтаном это особое удовольствие рассматривать фасады домов и арки дворика можно часами а фотографии то какие можно сделать многие наверное слышали о знаменитом парке гуэль испанского архитектора антонио гауди в барселоне а может и видели его вживую но если вы еще не были там то велкам в питерскую испанию самом центре петербурга можно познакомиться с мозаичным искусством мозаичный дворик или музей под открытым небом на фонтанке находится на улице чайковского 2 мы уже немного рассказывали про это место в онлайн-экскурсии по фонтанке теперь поподробнее идея преобразования двора появилась еще в 1984 году тогда в доме открылась малая академия искусств основатель и руководитель академии владимир лубенко вместе со своими учениками он решил творить не только внутри здания но и за его пределами они использовали смальту мрамор керамическую плитку и даже фарфор как только проект обрел известность многие жители петербурга стали приносить свои чашки и тарелки такой вот вклад в искусство так весь двор превратился в масштабный арт-объект экспонатов здесь огромное количество стены скульптуры скамейки и другие части выложены яркой мозаикой с каждым годом ученики продолжают совершенствовать это место они добавляют новые объекты и облагораживают двор зеленью особого внимания заслуживает мозаичный олимпик он состоит из иллюстрации к разным сказкам легендам и предания кроме музея под открытым небом здесь есть галерея художника и если вы хотите внести свой вклад в это место то можно договориться с академией и самостоятельно оформить мозаикой часть бордюра конечно в любое время суток двор великолепен особенно в лучах яркого солнца все пространство буквально оживает на глазах добраться до него можно пешком от метро ближайшие станции невский проспект гостиный двор или чернышевская ну а мы переходим к следующему месту в одном дворе есть волшебная улица который нет ни на одной карте города и если вы думаете что эта сказка то нет это реальность волшебного петербурга улицы джона леннона и правда официально не существует но там каждый день кипит жизни она нравится многим жителям и туристам на улицу леннона можно попасть через арку на лиговском проспекте войти со стороны пушкинской улицы нельзя истории создания двора стоит уделить особое внимание в конце двадцатого века после ремонта здания многие квартиры начали активно переделывать под мастерские здесь сформировался отдельный творческий город внутри петербурга в 90-е городские власти начали выселять творческую интеллигенцию и разделили двор на две части место для творчества сократилось но это никак не повлияло на масштаб художественной реализации один из обитателей двора и создал улицу джона леннона николай васин был исключительным фанатом группы the beatles однажды он решил написать самому джону леннону письмо и как вы думаете музыкант ответил на него и прислал альбом с личным автографом тут николай и загорелся идеей переименовать улицу марата в улицу джона леннона но городские власти были конечно же против этой безумной идеи и отказали ему тогда николай нашел табличку улицы джона лида переделал название и повесил у себя во дворе претензий ни у кого не было указатель он поставил в небо такой вот ловкий ход после этого двор стал наполняться различными тематическими экспонатами сделали гипсовые барельефы битлов желтую подводную лодку даже памятник пушкину решили поставить все-таки супруга джона была русских корней двор стал местом творчества в частности благодаря свободному пространству пушкинская 10 который также находится там место продолжает активно развиваться и уже сейчас на территории двора находится несколько музеев театр и другие интересности там постоянно кипит жизнь и создается искусство как раз здесь находится репетиционная база петербургского рок-исполнителя бориса гребенщикова и группы аквариум один из их альбомов даже назван пушкинская 10 и даже если вы не фанат рок-музыки или джона леннона мы все равно рекомендуем вам заглянуть на эту улицу масса впечатлений точно гарантирована ближайшие станции площадь восстания маяковская и лиговский проспект все дворы совершенно разные и в этом есть своя особая прелесть достаточно приехать в центр петербурга и организовать себе настоящее европейское путешествие конечно же такого уютного города не было бы без обычных местных жителей поэтому спасибо им огромное за желание творить такую красоту поделитесь с нами в комментариях вашими любимыми дворами северной столицы мы хотим увидеть петербург вашими глазами с вами была настя и команда неватриб до скорой встречи